Пересечение северо-западной и Ленина. Это место, логистическая точка, где соединяются или пересекается большое количество маршрутов. И после мая этого года движение здесь стало еще более плотным. Здесь, можно сказать, начинается пробка по направлению в центр. Но даже если дороги более-менее разгружены, пробка в самом общественном транспорте. Подошла, оценила ситуацию, отступила. Чем ближе к проспекту Ленина или Калинина, тем меньше шансов уехать с комфортом или вообще уехать с первой попытки. Первая волна час-пик примерно с 8.20 до 8.45. Вторая начинается после 9.00. На остановках гораздо меньше людей, но ситуацию это облегчает ненамного. Видимо, студенты и все. В принципе, доехать по выделенке не настолько и сложно. А попасть в автобус? Ну, попасть, смотря в какие. Которые, наверное, более популярны в тех труда. Вот я сейчас не попаду. Извините. Нет, пытаюсь. Еще один вариант – прийти на остановку пораньше в надежде быстрее уехать. Есть и такие пассажиры. Какими маршрутами пользуетесь? Я сейчас пользуюсь. В 60-м пользуюсь. Насколько легко в них попасть? Да, я почти всегда опаздываю почти в основном. И сюда 2-3 пропускают точно. Такие щитопуны появляются. Долго встают в дух. А с утра сейчас легко уехать вообще в центр? Ну, вообще нет. Нет. Ну, в принципе, можно. Пропускать по несколько автобусов уже скорее норма. А с неожиданным приходом холодов, которые прогнозируют уже через несколько недель, ситуация может обостриться еще больше. Но власти объясняют – скоро автобусов станет больше. Это последняя неделя работы садоводческих направлений. Перевозчики, которые, так скажем, выполняют по маршрутам посадоводческим, у них эти автобусы и, соответственно, водители освобождаются и будут добавляться уже на те маршруты, где у нас сейчас идет большая наполняемость. Ну, например, вот есть у нас жалобы на тот же 60-й, что там газельки как бы и плохо вывозят. У нас как раз перевозчик сейчас большие автобусы будет снимать и добавлять в утренний, вечерний час пик на данный маршрут. Очередной экзамен организаторов городского движения ждет с первым снегом. Но по предварительным прогнозам синоптиков случится это не раньше 10-х чисел ноября. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.